День добрый, друзья! Эта неделя в целом на мировых рынках проходит явно под знаком реакции на различные знаки, сообщения от Федеральной резервной системы о том, насколько серьезны ее планы поднять повыше траекторию процентных ставок в этом году, и насколько быстрыми темпами, и не такими быстрыми, может быть, темпами они готовы сокращать так называемый баланс ФРС. Баланс – это те бумаги, активы, казначейские облигации госдолга, это активы, так называемые, обеспеченные ипотекой, те, которые ФРС скупала очень активно на протяжении пандемии, да, собственно, и до того, доведя в итоге суммы до уровня в 9 с лишним триллионов долларов. До пандемии было где-то 4-4,5 уровень. То есть речь идет о том, что наращивали вот эти вот объемы активов, аккумулированных на счетах собственных ФЭД, то есть как бы их резервы, да, в ответ, естественно, выпуская аналогичное количество долларов, если не большее количество долларов, в обращение, чтобы они шли в экономику, шли бы финансовым организациям на различные спекулятивные инвестиционные сделки, на бизнес и так далее, и так далее. Ну и сейчас идет речь о постепенном сворачивании этого баланса. Вот, собственно говоря, обсуждение здесь напоминает такое растаскивание рынка тут-то в другую сторону, в связи с тем, что, ну, как пробные шары, на мой взгляд, такие кидают, то есть выступает, там, скажем, господин Уильямс из Федрезерва на выходных уже прошедших, и говорит о желательной осторожности в этом вопросе, напоминая, что когда Федрезерв начал слишком активно повышать ставки и сокращать как раз баланс, то есть всасывать деньги как бы из экономики как пылесос обратно, то в конце 2018 года это привело к значительному падению фондовых площадок, которые потом восстанавливались уже где-то к весне 2019, то есть это еще времена Трампа, вспоминаемые до пандемийные времена, но их вспомнил вот, собственно, сам господин Уильямс, говоря о том, что надо как бы не переборщить, намекая, что с инфляцией, и с инфляцией бороться, но вот тогда начали, и в итоге пришлось ставки снижать до нуля, а баланс снова наращивать. Потом выступает госпожа Лоэль Брайнард, которую Байден номинировал на пост вице-президента ФРС, сейчас она, по-моему, еще не утверждена в этой должности, но так или иначе это как бы влиятельный участник этой команды ФРС, и она, наоборот, говорит за более высокие темпы повышения ставок, что может быть полпроцента ни на одном, ни на двух заседаниях подъем ставки, и что главный сейчас приоритет – это сбить инфляцию, долго выступает, рассказывает на тему, как инфляция неравномерно влияет на разные социальные группы, как она бьет по малозащищенным слоям населения, где выше 70% составляют расходы на ежедневные товары первой необходимости, но здесь ситуация в этом плане, кстати, мало чем отличается и от дел России, в плане процентного соотношения, да, вот. Ну, так или иначе, что, мол, вот по среднему классу бьет сильнее там и по тем более победнейшим слоям, чем по богатым, хотя инфляция для всех плохо, но, мол, дело так, в общем, обстоит, что нужно избивать ее быстрее, естественно, на геополитику ссылаются, на то, что высокие цены на сырье, высокие цены на поставки, дефициты и так далее, и так далее, и нужно вот быстрее действовать. После этого, наверное, уже интересно, вот официальный, более-менее официальный документ, хотя это не решение ФРС, но это протоколы предыдущего заседания, и вот сейчас на эти протоколы как раз рынок активно продолжает реагировать. Протоколы опубликованы в среду вечером, значит, в данный момент, на данный момент фондовые рынки, ну, не скажу, что спокойно как удав, но в среднем довольно спокойно восприняли новости о том, что в протоколах были вынесены на всеобщее обозрение уже конкретные числовые параметры сокращения баланса. То есть прямо конкретные цифры были обозначены, что приблизительно на 60 миллиардов долларов в месяц будут сбрасывать с баланса казначейские бумаги, соответственно, абсорбировать деньги из экономики, из финансовой системы, и еще на 35 миллиардов бумаг, обеспеченных ипотекой. То есть в общем случае, в общей сложности ФД Резерв будет на почти 100 миллиардов долларов в месяц абсорбировать деньги из экономики. То есть, естественно, это осложнит доступ к кредитованию, доступ к деньгам. При этом, конечно, вопрос, какая будет процентная ставка, насколько она будет выше текущей или ненамного она будет в итоге выше, придут ли они к 2% в конце года, нет, это отдельный вопрос. Но в целом прогноз самого ФД Резерва официальный про 6 или 7 повышений ставки в общей сложности в этом году, он уже давно рынком впитан, в цены включен, поэтому там в этом плане ничего нового в протоколах нет. А вот по поводу этих вот почти 100 миллиардов, ну пока реакция такая. В первый момент до еще протоколов рынок снижался, но не так значительно в пределах 2% по индексам S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, а вот непосредственно после, ну покачались вниз где-то в районе до полупроцента, а в итоге уже вот к середине дня четверга, наоборот, и S&P 500, и NASDAQ примерно на 0,3-0,5% достигал уровней выше, чем те, которые были вот буквально за они пару минут до обнародования протоколов ФРС. То есть, в принципе, пока как бы не трагично все выглядит, даже более спокойно, но, как бы, что называется, еще тоже не вечер, даже не конец недели, вот это основной нерв, как бы, вокруг которого крутится движение. Далее, конечно, важно просто посмотреть вообще рынок, он как вас примет. Он будет считать, что вот эти 100 миллиардов – это очень много, или это мало вообще, как это, смотря с чем соотносить. Значит, если сравнивать с 9 триллионами на балансе, то, в принципе, вроде бы это не такие быстрые темпы сокращения, потому что, ну, сколько, вот если считаете, до конца 24-го года, если они начнут сейчас в мае, это в общей сложности даст 32 месяца, да, это вот, ну, порядка 3 триллионов долларов можно, так сказать, всосать из экономики. И тем самым баланс сократится, скажем, там, до 6 триллионов условно. То есть он все равно будет заметно выше, чем до пандемии. Денег все равно в обращении будет больше почти там на 2 триллиона. То есть в общем, и это только еще медленный процесс, который, видите, сколько времени займет. То есть я считал до конца 24-го года. А эффект там в течение, который будет там вот совсем короткого времени, там, нескольких месяцев, он вообще будет не так заметен даже, может быть. Но рынки, как бы, могут закладываться на будущее, это важно. Вот в 2018 году, когда ФРС только объявила о начале программ, вот этих вот сокращения баланса, на самом деле до реального снижения рынка прошел, так сказать, временной отрезок примерно в 5-6 месяцев. То есть на самом деле не сразу было какие-то снижения, вот. Но тем не менее, вот это стоит иметь в виду. И сейчас, как бы, внимательно смотрят все на реакцию. Далее, а с другой стороны, как бы, это очень много, вот эти сокращения, если сравнивать с теми темпами, которые они, собственно, предпринимались в 2018-м как раз году. То есть тогда в месяц было всего 10 миллиардов. То есть не 95, как сейчас, а всего 10 миллиардов сначала, которые постепенно, шаг за шагом, довели до 50. То есть первый месяц там на 6 миллиардов сбрасывал с баланса ФРС казначейских бумаг и еще на 4 бумаги, вообще обеспеченных ипотекой. Скромные совсем были масштабы, но когда они достигли 50 миллиардов постепенно, то вот, собственно, после этого и пошла вот эта, вот, как это называют, нога вниз на рынках, на графиках движения. И пришлось ФРС давать задний ход вскоре, потому что почувствовали они тогда действительно угрозу стабильности самым корням своей финансовой системы, что коррекция рынка сравнительно недолгая, там, трехмесячная, может перейти и в долгосрочный, тогда, медвежий рынок. В итоге ФРС пошел ну по пятна. Ну и, собственно говоря, вот из этих двух возможностей сейчас рынок выбирает, что считать реальным. То есть вот исходя из вероятности какой-то определенной все-таки и мрачного сценария, на мой взгляд, ФРС заранее как бы страхуется, собственно, чем и обосновано то, что они за месяц до возможного решения опубликовали детали обсуждения с цифрами. Ведь это еще как бы не решение окончательное. Можно посмотреть в течение месяца, как рынок среагирует на этот пробный шар. Если среагирует более или менее нормально, то такое решение принимать. Если не очень, любые меньшие темпы в реальности, если они будут утверждены на заседании в первых числах мая, то они будут восприняты со вздохом облегчения, что как бы можно дальше двигаться вверх. Если сейчас, конечно, не произойдет полный поворот ближайших двух недель. Но пока что первое, что называется, прошли уже, ну не сутки, но почти. Все более или менее спокойно. Но будут еще притираться инвесторы. Соответственно, на мой взгляд, не зря вот эта спешка, с которой принимают, так сказать, решение ФРС озвучить цифры, то есть они не ждут встречи, потому что, во-первых, посмотреть, как рынок будет реагировать, а во-вторых, здесь важно, что если все это пойдет не так, то есть инфляционные ожидания не снизятся в достаточной степени, а рынки почувствуют себя плохо, то все это можно будет списать на геополитику, там, на Путина, как уже Байден списывал, что это Путин поднимает цены в Америке. Потому что, ну очевидно, что существует эффект цен сырьевых повышенных из-за того, что отсекают поставки из России в той или иной степени, там находят другие рынки сбыта, все это происходит медленнее, все это так или иначе ограничивает энергетический рынок, рынок металлов, рынок углеводородов, рынок продовольствия. Поэтому в этих условиях, если что-то сейчас пойдет не так, то всегда можно будет в общественном сознании сказать, что это не ФРС, вот виноват, что что-то как бы они перекрутили ручки, а видите, это вот Путин, Украина, там, Россия, такие дела, поэтому вот все, видите, все можно будет списать, грубо говоря, на эти вещи. Ну и в-третьих, как бы в протоколе, в самом же заседании говорится, такой как бы вот тоже здесь есть соломку подстелили, то целесообразно сначала в какой-то момент разбить на фазы вот эту вот историю с сокращением баланса и в какой-то момент начать замедлять, то есть меньше сокращать, а потом и остановить процесс снижения размера баланса ФРС, когда остатки будут выше некоего уровня, который ФРС не называет. Естественно, говорит, что вот по мнению комитета там по открытым рынкам, когда этот процесс будет соответствовать достаточным резервам, что при этом, да, означает фраза, что резервы будут достаточны, чему они будут соответствовать. Но это почти так же загадочно, как сакральный вопрос Понтия Пилата, что есть истина известная, заданная сами понимаете кому. И также маловероятно, что ФРС будет на этот ответ отвечать чем-то иным, кроме молчания, которое получил в ответ, если брать по канонам Понтия Пилата. Ну, то есть, так или иначе, на самом деле, загадок пока больше, чем ответов, но хотя бы понятно, в какой стороне к чему, к какой реакции присматриваться, чего ждать. Соответственно, в любом случае, крупные компании будут чувствовать себя, скорее всего, лучше рынка, о чем мы неоднократно говорили. Еще один важный момент, вот на пульсе держать, это компании энергетические, которым тоже, скорее всего, будет лучше энергетические, продающие металлы, алюминиевые, там, та же Алкора, или компании, продающие еду, зерно, вот соответственно, таким компаниям, скорее всего, будут инвестиции продолжать идти активно. Вот вопрос есть по банковскому сектору, потому что доходность кризначеек, она значительно выросла после всех, так сказать, вот этих фокус-манипуляций последних дней в Америке. Доходность, если составляла еще там несколько дней назад 2,4 где-то, сейчас она составляет 2,55-2,65% годовых. Но это все еще выглядит пока недостаточным для того, чтобы рынки начали покупать акции банковского сектора. То есть, если посмотреть крупные банки, там, JP Morgan, посмотреть The Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, они все продолжают плавно снижаться. То есть, с одной стороны, снижение возможного доступа к свободным средствам, вот это вот сокращение баланса ФРС, оно-то банку как бы не здорово, да. С другой стороны, повышение процентных ставок, оно пока непонятно, насколько оно будет быстрым. Если оно будет недостаточно быстрым, то это не компенсирует банкам возможных, сказать, ну, потерь не скажу, но недостач от сложностей с доступом к дополнительному количеству свободных средств. Поэтому здесь вот что перевесят, пока еще варьируется и еще лежит, что называется, взвешивается на весах. При этом инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, просели за последнее время даже больше. То есть, больше сомнений, соответственно, в том, насколько они получат отдачу с тех же фондов, площадок. Коррекция, да, идет с концом, собственно, Рождества. С переменным успехом подъемы есть, но вот Goldman Sachs, который еще недавно стоил там 424-125, сейчас на 100 долларов дешевле в общей сложности торгуется. То есть, его тоже не миновала эта коррекция. То есть, это не только экспозиция на Европу, экспозиция на Россию, какие-то вещи такие, но и сомнения в том, что так же эффективно будут работать инвестиции на западных рынках. Вот как раз в том числе по реакции банковского сектора, не немедленной, а может постепенной, тоже можно будет судить о том, насколько спокойно или нет рынок в целом воспринял вот эти перемены происходящие. Ну и я упоминал Твиттер буквально вот в прошлом выпуске, хочу просто напомнить, вы можете пересмотреть, там мы много об этом поговорили, напомнить, что фактически Маск, Илон Маск вложился и серьезно вложился в Твиттер, очевидно намереваясь менять его политику. Уже представители Твиттера сказали, что включат его в совет директоров. У него самый большой пакет, он всего 9 с небольшим процентом составляет, но самый большой пакет из всех сейчас акционеров. Соответственно, видимо, он бы не вложился, если бы вот эти принципы отсутствия свободы слова, которые много раз говорю в Твиттере, если бы он не планировал это изменить, вряд ли бы он вложился в социальную сеть, с принципами которой он принципиально не согласен, а скорее всего надеяться на то, что ему удастся переломить ситуацию, возможно, больший пакет для этого потребуется, но пока такой, чтобы показать, видимо, некое влияние. Поэтому сейчас вот интерес к акциям Твиттера вырос, на мой взгляд, тоже где-то в диапазоне между 45 и 50 долларами за акцию, если бы вот такие цены давать, после уже состоявшего взлета на 27%, это интересно для того, чтобы войти в акции Твиттера.